Будут комментаторы 545 ТВ, мой коллега Александр Барыбин и я, Артур Агаджанян. И открывать наше сегодняшнее шоу будет супер заряженный южно-африканец Джастин Гэбриэл. Допрыгал он к нам из самого Кейптауна. Это Джастин Гэбриэл, это один из самых заряжающих бойцов WWE. Давненько мы его не видели, но вот сегодня он всё-таки порадует нас своим поединком и кто же будет его оппонентом. Наверное, можно догадаться, но ты же дожди вообще. А тех, кто ещё не догадался, мы немножко потомим. Давайте сделаем из этого сюрприз. Итак, соперник Джастина Гэбриэла прямо сейчас. А вот и другой представитель Южной Африки. Парень, которому не скрываются их симпатии мой коллега, конечно же, это Лео Крюгер. Это зверь. Лео Крюгер это парень из Йоханненсбурга. Мы знаем то, что Йоханненсбург это более такой охотничий городишко. А Кейптаун это город продвинутых людей. Это отображается на стиле рестлинга бойцов. Всё-таки такой изощрённый боец Лео Крюгер и прыгучий Джастин Гэбриэл. Интересно смотреть за этим противостоянием. Ну, главное, чтобы не жертва. Хотелось бы, чтобы этот поединок прошёл в примерно равных условиях. Мы увидели с вами красивую борьбу и пусть победит сегодня достойно. Этот поединок перерос в своеобразную трилогию. Между этими бойцами счёт уже 1-1. Первый раз победил Джастин Гэбриэл, второй раз Лео Крюгер. И вот решили сегодня эти парни решить между собой, кто же всё-таки сильнее. Кто более достоин дебюта на NXT. Обидно, что сегодня вот он вышел, ничего не сказал, не обратился ни к Джастину, ни к тем, кто здесь собрался, в Full Sail University. Но я думаю, он всё это компенсирует сегодня своими действиями на Рим. Лео Крюгер вообще не самый разговорчивый парень. Мы же знаем об этом, ведь правильно, Александр. И вот он пошёл сразу же в бой. Доказывает всё действиями, как ему и положено. Он не любит разговоры. А вот здесь, наконец-то, реверс. Прыжочек от Гэбриэла. И какой хиптос. От Джастина всегда стоит ждать неожиданного реверса. Этот парень знаменит своей коварной непредсказуемостью. Это всё-таки Джастин Гэбриэл, а не кто-то иной. Это было обращение к Лео Крюгеру. Он вряд ли нас сейчас слышит. Вот если бы он тебя послушал бы до этого, не лежал бы он сейчас на ринге вот так, беспокойно. Да нет, я думаю, что Лео Крюгер вдоволь уже изучил своего соперника. У них было несколько матчей с Джастином Гэбриэлом. Тем более, Джастин уже давно в компании. Если что, можно было посмотреть записи. А вот за Лео было следить сложнее. Единственное, где он выступал, это FCW, где на него можно было посмотреть ранее. Вот такие дела. Там себя он проявлял, был чемпионом этой небольшой федерации. И вот здесь, на NXT, тоже он неплохо себя проявляет. Правда, пока далековато до чемпионских поясов. Чемпионские баталии сейчас разворачиваются между тремя, четырьмя даже бойцами. Это, конечно же, Сетт Роллинс, Кори Грейвс, Бигги Ленгстон и... Бигги Ленгстон, нынешний чемпион, и Конор О'Брайен. У Лео Крюгера свои заботы. Это заботы против Тайсона Кида, как бы его подраться, и Джастина Гэбриэла, это его главные соперники. Ну что ж, смотрим матч. Очень внимательно и очень интересный он. Такой удар от Крюгера. Сегодня он не жалеет своего соперника, наносит мощнейшие удары. Но Джастин берет соперника скоростью. Именно это и должно стать его козырем сегодня. Какой черт побери мощный спайнбастер от Лео Крюгера? Вот это творит парень! А вот я ожидал сейчас уже победы от Лео Крюгера. Этот спайнбастер был очень мощным. Но, тем не менее, Джастина Гэбриэла пока что сломать очень сложно. Да, мы знаем, Лео Крюгер мастер на болевые. Сейчас потихоньку он подготавливает своего соперника. На сковородочку, так сказать, маслицем поливает, чтобы окончательно его добить, прожарить со всех сторон и удержать. Ранее мы с вами помним, как Джастин выступал в команде с Тайсоном Кидом, но последний травмирован на достаточно большой срок. И вот приходится Гэбриэлу биться в одиночку противостоять Лео Крюгеру. Может быть, ему и непривычно. Немножечко такая роль, но он неплохо с ней справляется. Манки Флип. Да, мощнейший Манки Флип. А с чего же началось это противостояние? Все началось с того, как Лео Крюгер пришел к травмированному Тайсону Киду, который вышел сюда и рассказывал о своей травме, о том, что у него проблемы с мениском, крестообразные связки повреждены. Лео Крюгер захотел закончить его карьеру. Но не тут-то было. Пришел лучший друг Тайсона, Джастин Гэбриэл, и нападал Лео Крюгера. После этого это уже третий матч между этими бойцами, между Джастином и Лео. И очень хорошие матчи. Мы же было подумали, что все, конец, между ними все кончено, но вот сегодня на NXT вновь бьются эти два рестлера и выясняют отношения. Вот я думаю, кто сегодня победит, тот таки и выиграет войну. Счет 1-1 в противостоянии, но Джастин Гэбриэл сейчас нарвался. Пытался выполнить опасный пируэт, но сорвалось. Держание только два. Безуспешно, Джастин, мы видим, получил уже небольшую травму, а Лео Крюгер готов доломать, доломать своего соседа, южноафриканца. Вот так вот они встретились на ринге NXT. И нужно доказать Крюгеру, что он лучший рестлер Южной Африки. Мощный выстрел шлагбаумом в голову от Лео Крюгера, настоящие охотничьи и удержания. Раз, два, нет. Вырывается Джастин Гэбриэл. Гэбриэл вновь вырывается, и мы продолжаем смотреть на этот интереснейший поединок. Лео Крюгер продолжает свою динамичную и в то же время монотонную атаку, но отбивается Джастин Гэбриэл, почувствовав поддержку зрителей, и сам показывает то, что он умеет проводить болевые усак изящно-то. И что же будет делать Лео Крюгер, как он вырвется? Ну, неплохо, но Крюгер дотягивается ногой до канатов, и достаточно быстро. Так что можно сказать, Крюгер очень даже легко отделался, и все. Кажется, Гэбриэл готов закончить этот матч. Итак, сворачивание опасно! Лео Крюгеру совсем чуть-чуть осталось для победы в этом матче. Ну, чуть-чуть не считается, и заставил сегодня, конечно же, охотник выступать Гэбриэла в его стиле, в силовом. Связал практически Джастина по рукам и ногам, но сейчас вот она, вот она возможность! И что же у нас произойдет? А произойдет удар локтем по лицу! Лео Крюгер блестяще сработал, отбил атаку Джастина Гэбриэла, и есть шанс самому перейти в контратаку! Вот если бы кто-то был другой на месте, наверное, Лео уж точно матч бы уже был закончен, но все-таки Крюгер смог уйти из-под уже практически летящего Джастина Гэбриэла. За столько матчей грех было не изучить соперника, не изучить все его приемы и все, что можно от него ожидать. Поэтому матч столь продолжительный и, возможно, немного скучный, но ведь соперники пытаются найти что-то новое. Как противостоять друг другу? Это интересно! В каком опасном положении находятся и один рестлер, и другой, и кто-то из них сейчас полетит, или оба сразу, но мы смотрим, чем это все кончится. На канатах бойцы Джастин Гэбриэл все очень опасно! Хотел он бомбу провести, но не получилось! Удар по чайнику, и что же Лео Крюгер? Мощнейший стом! Мощнейший стом, после которого, мне кажется, грудная клетка Джастина Гэбриэла никакая бросит. И Лео Крюгер перешел к болевому приему! Это один из коронок его болевых! Джастин Гэбриэл может не вырваться! И да, это победа! Я считаю, что нельзя проводить такие опасные приемы на рестлерах, так можно и травму получить. Нужно тоже Лео Крюгеру хотя бы немножечко думать о сопернике. Ну что ж ты, друг мой, ты на поле, что ли, пришел смотреть? Рестлинг это и есть такая вещь, где все могут получить травму в любой момент, поэтому никому не советуют повторять этого дома. Опаснейший вид спорта для настоящих мужчин! Ну и вот мы увидим повтор того, как Джастин Гэбриэл все-таки сдался под натиском Крюгера, отключал по рингу и проиграл. Посмотрите на глаза Лео Крюгера, он безумен! Он прогрессирует каждый матч, все лучше и лучше, все приятнее и приятнее смотреть на этого парня. Каждый день он поднимается на новую ступень в развитии своих рестлинг-скиллов. Продолжение следует...